все мы знаем о силе пророщенной пшеницы а сегодня я расскажу о чудном рецепте это пророщенные орехи сила пророщенного ореха в сотни раз сильнее чем пророщенная пшеница и так что нам нужно нам нужны грецкие обычные сухие орехи желательно чтобы предварительно вы несколько орехов скрыли чтобы они внутри были живые то есть не сморщенные там не сухие желательно попробовать чтобы они были маслянистые такие орехи отлично будут активизироваться и начинать прорастать берем какое-то запасаемся каким-то количеством этих орехов так как данные данную данные орехи необходимо будет принимать курсами идеально это где-то три недели потом обязательно нужно сделать парочку недель первых можно курсы ваза обновляет и так берем какую-то посуду это может быть большая посуда ну и где-то там какое-то количество орехов берем устилаем нашу посуду орехами и заливаем просто холодной водой вода должна покрывать полностью орехи можно конечно же прикрыть это все так как орехи могут плавать и ставим на подоконник значит два-три раза в день руками берем и просто орехи вот эти типа как смешиваем переворачиваем воду необходимо также менять менять воду через день на подоконнике все это стоит каждый день несколько раз перемешиваем и через день меняем воду и так две недели после этого данную порцию орехов можно поставить в этой же воде в холодильник воду также в холодильнике надо менять хотя бы раз в два дня и можно приступать к тому чтобы эти орехи употреблять как правильно употреблять идеально их употреблять утром натощак и вечером перед последним приемом пищи можно также употреблять и после последнего приема пищи где-то через три часа но лучше все-таки это сделать перед приемом а утром все тут понятно натощак берем три ореха и просто раскрываем эти три ореха берем эти три ореха очищаем там от створок и внутренности все просто съедаем без ничего и и и и и